Границы Ярославля уточнили. Проект, подготовленный Департаментом архитектуры, прошел обсуждение на публичных слушаниях и принят депутатами муниципалитета. Всего внесено 72 изменения в генплан города. Нина Свечникова с подробностями. Она идет в городе, в городе потом раз и убегает. Такие причудливые зигзаги делает расположенная в Заволжском районе улица Камышовая. Она начинается в Ярославле, а продолжается уже в Ярославском районе. Еще один пример – лесные поляны. Там городская черта проходит водоразделом прямо по жилому дому 33. Улица машиностроителей тоже не вся принадлежит Ярославлю. Все это создает определенные трудности. Например, когда заходит речь о ремонте дома или дорожного полотна. Встает вопрос, из какого бюджета это финансировать. В то же время корректировка границ – дело непростое. Ярославский район порой не хочет отдавать ни пяди своей земли. Особенно такие лакомые кусочки, на которых расположена автозаправка, потому что это источник пополнения местного бюджета. Вот и получается своеобразное лоскутное одеяло. Здесь город, а здесь уже нет. Пока пошли по мягкому варианту. Радикально менять границы не стали. Всего у нас было произведено 72 изменения в генеральный план города. Город развивается, город живет и, соответственно, необходимы были изменения, которые не были учтены в предыдущем плане. Теперь на карте города получил прописку возведенной тысячелетию новый мост через Которсель. Там же отражено связанное с этим строительством изменение поймы реки. Прежде мост никак не был представлен в генплане, то есть был своеобразным летучим голландцем. Внесены коррективы и в границы Волжской набережной, где к юбилею города были проведены большие работы по берегоукреплению и расширению Нижней набережной. Все это изменило конфигурацию этих мест. Теперь это представлено и на карте генплана. Нина Свечникова, Михаил Орлов.